Святое Имя Итак, вы видели, как люди реагируют на Святое Имя? Почему такое волнение происходит в сердцах людских? Потому что это древняя природа и их духовная пробуждаются в этот момент. Они чувствуют что-то родное, что-то близкое происходит и звучит. Душа перерождается миллионы раз в этом мире. Пробуйте. И вот сейчас она встретила Святое Имя и теперь у нее пробуждается ее духовная природа. Она знает, что, похоже, мое мытарство в этом мире заканчивается. Перерождение, старость, болезнь и смерть. Она чувствует, что приходит конец этому процессу. И поэтому она ликует. И живые существа, люди, птицы, рыбы, звери, все в это время ликуют просто. Природа ликует. Потому что выполняется югадхарма. Если поливать дерево водой, оно будет благоухать. Потому что югадхарма выполняется для дерева. Дереву всегда нужна вода. Так же и для души, и для живого существа. Так же и для души, и для живого существа. И так, те люди, которые несут в мир звуки Харинамы, являются некими такими осенизаторами общества. Забирают грязь, подчищают мусор в этом мире, мусор в сознаниях людских И взамен дают святое имя Они делают самое благородное дело, которое можно делать вообще в жизни живого существа в разных формах Полубоги мечтают воплотиться сейчас в это время, чтобы нести звуки Харинамы И похоже мы достоялись в очереди до своей, да? И сейчас мы тоже воплотились до того, чтобы нести звуки Святого Имени в мир Именно воспевание Святого Имени оживляет Тхаму, оживляет пространство Люди начинают жить, они чувствуют, что-то живое пришло наконец-то Не искусственное, не иллюзорное, что-то настоящее И также мы видим, что не все могут участвовать в Харинаме Хотя ход свободен Почему же многие не могут участвовать? Мало благочестия Много материальных желаний, сильных желаний Много греховной жизни человек ведет И поэтому этот вкус закрывается у него в сердце Поэтому предмы они должны входить в это общество со святым именем Пробивать их ополочки В их сердца надо инъекцию святого имени туда поставить, уколы туда И тогда живое существо выздоравливает Говорится хоть раз, если кто-то улыбнулся Харинами С этого момента начинается его духовная жизнь Такова милость Господа Читаний И так они сегодня очень радостны от того, что наконец-то опять они Зашли на трон Харинамы с преданными Разносили святое имя Это их юга, это божество Кали-юги И Харинама это их единственное лекарство, которое они дают этому миру Все остальные лекарства не работают От такой страшной болезни, как забвение Нет другого лекарства, кроме воспевания святого имени Невежество покрыло сознание людей И его это невежество может пробить только святое имя Такова милость Махапрабу Ари Кришна Ну кто впечатлениями может поделиться? Ну, сегодня впечатление, в принципе, было очевидно для тех, что сама Панчататова танцевала среди нас сегодня, да? Все заметили? Да Одно время, когда Хор Читане с Нитинадо даже так же В такие же одежды одеты и танцевали Один в красном, другом в желтом Ари Волы, Ари Волы Или кто говорит? Гара? Гавранга Итак, сегодня я говорю, что это очевидно, что Лод Читаны Нитинадо, все Панчататова, танцевали с нами, да? И иногда, в те же цветы, кто-то танцевал в белом, кто-то танцевал в белом, кто-то танцевал в белом Это очень очевидно, что испытали пребывание в Харинам, Джая И я была привлечена энергией единства, которая исходила от всех вас И я чувствовал, что не это разделение этому блаженству, которое исходило от вас, я чувствовал, что я вместе с вами, все мы вместе. Спасибо. Арино! 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 Я видел вас и я удивился от вашего сердца и от того, что вы создали. Я смотрел на вас и был удивлен той самой открытостью вашей крюрицы, той энергией, которая входит в вас в могуществом. Арино! 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 и снова вернулся домой. Ари! Вот доказательства. Кто-то еще хочет? В таком вот виде. Две-три фразы, буквально просто ваше впечатление. Вон, передайте, Альфия. Передавайте, передавайте. Ари-Кришна, дорогие преданные, конечно, по милости Вашей все говорят, что движение сознания – это радостный путь. Вот сегодня, действительно, я это сердцем ощутила, что это радостный путь. Можно петь, 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 не прекращая танцевать. Видите, даже люди к нам приходят. Ари-Кришна, спасибо большое, преданное. Ари-Кришна! Ари-Кришна! Ари-Кришна, я в полном восторге. Я опять в Харинаматуре. Это бесконечное счастье. Удивительно, что, когда людей зовешь в танец, они каменные, они не могут двигаться. Они забыли вообще, что такое движение. Я себя вспомнила в начале, когда первый раз приехала Харинаматур. И когда их заводишь, и они расслабляются, они расслабляются. Начинают очень красиво танцевать, и они становятся родными. Вот бесконечно родными. Такое ощущение, как будто рядом с тобой танцует твоя тетя, сестра, ну вот родной тетя. Многие книги и танцы, и вообще все сразу. В то же время танцы и танцы. Харинаматуре. Заметили, что двух рук мало, да? Дайю четырех ног. Вы видите, что 2 арс, не уехали. Такое много рук, да? Арм и ноги. 2 руки, две руки на книги. Две руки на британке, на каратала. Четыре рта, микрофоны. 4 рта, мидерфоны. 4 мяуты, 4 шмех. 4 слов, да? Как ты сулёшь? Подними, пожалуйста. Кстати, пожалуйста. Это моя первая хари-нама. Я очень счастлива, потому что для меня я танцевала, как будто я всю жизнь так танцевала. Может, я знаю, вспомнила свои предыдущие жизни, и это было волшебным. Это приходит из моей прошлой жизни, но как бы я обнаружила, что я могу танцевать хорошо. Когда я уже участвовали в хари-намах, они мне говорили такую фразу «О, это нектарная». Я стояла и думала, ну, гонят. Не может быть такое. Это не первая хари-нама, это вторая моя хари-нама. Но знаете, на самом деле это прям нектарная. Настолько сладко, настолько приятно видеть улыбки, настолько приятно ощущать близость и духовную. в одну сторону людей. Вот прям очень хорошо. И очень приятно, что люди вокруг, которые проходили, они так увлекались этим этим. Я еще такого не видела. То есть вот в России немножечко как-то не так. Удивляются нам. А здесь вот поддержка такая, и это очень приятно. Но мы все одной кровью. Но мы все одной кровью. Нектаром, по слову. Нектаром. Ари-во! Ари-во! Первый раз сегодня я распространял книги на английском и на хинди, я так понимаю. Видимо. И, по-моему, там книги еще на санскрите были. А хинди и английский, да? Ну, причем на хинди я читать не умею. По-английски, по крайней мере, я понимал, что это вот нектар наставлений, там, бхагавадгита. А на хинди-то даже не было понимания. Ну, по картинке, допустим, шиви понишат, понятно. Вот. И, ну, было удивительно, что там пару книг просто у меня вырвали из рук. Так люди реагировали на то, что происходило, на ту духовную энергию, которая распространялась вместе со звуком с этого имени. И когда книгу отдаешь, то вот эта улыбка в глазах, благодарность у людей, и вот ощущение того, что ты сделал для человека самое ценное, что можно дать в этом мире. Спасибо. 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 Я так счастлива от этого. Я очень рада, что у меня... Мне сестра говорят, линии на руке меняются, когда под духовную музыку хлопаешь в ладоши. Будем ждать. Спасибо огромное. Это было невероятно. И я заметила, как воспевание имени Господа объединяет людей из разных конфессий религиозных, из разных стран. С нами танцевали люди совершенно разных национальностей раз. И все были счастливы. И это непередаваемо, потому что действительно Господь для нас один, един. И мне бы очень хотелось дальше в таком же ритме вместе с вами продолжать Харинама тур. Спасибо всем еще раз. Харинам! Это не первое место Харинама, но я заметил большое отличие, как у нас в Челябинске мы проводим Харинаму. Какие там люди и здесь какие люди. Здесь люди открытые, и они готовы поддерживать Харинаму и поют, и танцуют. Ну, у нас в Челябинске стоят вот с такими лицами. И так показывают, и крестят нас, и плюются. А благословение Калиюшки. Ну да, да. Не, ну мы рады хоть, что так реагируют. Ну вот, если бы была такая реакция, я не знаю, я бы... Тогда бы это не Челябинске было. Чайтанинск. Ну, и вот это вот отношение у людей, оно вот как-то сказывается, ну на мне, например, я про других не знаю, я про себя. Вот на мне это сказывается, когда люди вот так вот себя ведут. Вот ты смотришь, и человек, ты на него посмотри, а он такой радостный. И тебя это еще больше разодаривает, и вообще вот хочется выпрыгнуть вот прямо из себя. Спасибо. Харинам! Харинам! Теперь тебе, тебе, Таджи. Давай, давай. Ари Кришна. Я был на многих Харинамах. Индийские Харинамы, они особенно отличаются тем, что человека очень легко вовлечь в танец. Они здесь ближе, ближе к Богу. Мы, допустим, если мы рождаемся у себя где-то в наших колюжных странах, то нам надо долго объяснить, кто такой Бог вообще, да? Здесь они, например, рождаются уже с молоком матери, и знают, что такое Бог, как бы здесь проще все, да? И заметили, как у них сразу глаза с полточка загораются с радуков, и прямо видно, что вот у нас у всех есть какая-то духовная природа, и здесь вот видно, как она легко пробуждается. То есть только человека вовлекаешь, вот святое имя начинает, и все, человек уже оживает, все, глаза горят, как, не знаю, 30 серебряников, все, и все, и он пошел уже в танец. Вот, и, ну, на самом деле, видно, что немного человеку надо. То есть все, святое имя, оно, в принципе, заполняет все, все потребности человека. Только нужно возродить эту природу в человеке. То есть она как бы есть внутри, да, но надо пробудиться, надо пробудиться. Как пробудиться? Повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. И быть счастливым. Дорогие преданные, я снова дышу. Наконец-то. Все это время на задержке было? Да, я все это время страдала на самом деле. Я так скучала по Харинаме, по такому живому распространению книг. Я очень скучала, правда. Сейчас прям все тело ликует, все чувства, эмоции все ликует. Я видела лица людей, улыбки людей. Они такие удивленные, восхищенные, радостные, заинтересованные, живые. Но эти эмоции не передать словами. И вот этот вот контакт взглядом, просто там пробух где-нибудь вдалеке стоит. Раз взглядом встретились, все, я уже понимаю, что ему нужна книга, я уже иду к нему. Это непередаваемые эмоции, ощущения, которые, не знаю, они прямо действительно дают возможность жить дальше. Ари Бо, всем! Ари Бо! Я очень счастлива быть частью Харинамы. И хотела бы еще сказать, как удивительно можно в коридоре прочувствовать, как Панчататавы любят людей. Они так сильно любят людей, они так хотят их обнимать, танцевать с ними. Так это все бескорыстно, просто невероятно. Как они забирали Панчатату друг у друга вообще. Да, они так любят танцевать со всеми, это невероятно просто. Да, меня тоже очень удивило, как здесь люди быстро загораются, и в какой-то момент мне даже уже стало скучно. Потому что до кого-то посмотришь, просто взгляд бросишь, услышат они святые имена, и они уже... А вот у нас, в Германии, это нужно самому сначала завестись, надо постоянно внутри быть, постоянно это петь, воспевать, зажигать, зажигать, и потом смотришь, такой раз, там, искорка, здесь искорка. Поэтому нужно постоянно в таком ритме, это очень легко, так все сразу, они как бы, с такой, одной волной идут. Да, 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 просто громкие шерсти, напрягаться даже сильнее не надо. Панчат, привет, я говорю. Кто еще может на курку поднимать? Я хочу сказать, что вы понимаете? Я хочу сказать, что вы понимаете? Я хочу сказать, что вы понимаете. Скажи мне, скажи. Знаете, очень интересный опыт. Например, одна книга ушла в садку. То есть, когда он прижал ее в груди, я даже не смогла, ну, я, конечно, сказала донейшн, потому что мне объяснили, что нельзя. Я сначала хотела книги просто покупать и давать всем, да, но на самом деле люди не будут это ценить, и как бы наставления Эммы были даны, что хоть одну руби, она обязательно нужно получить. Поэтому здесь я не смогла удержаться, и в садку как бы ушел в обнимку с этой книжкой. Это было очень трогательно, что это знание нужно всем. Потом мне было очень интересно распространять книги в более бедной прослойке людей, да, они сразу заметны, и они более удрученные, что ли, они не чувствуют себя, ну, как бы родными на этом празднике жизни. И мне было важно, чтобы они именно вот хотя бы рупию, да, дали. И когда вот одна семья тоже вот так вот в эту книгу вцепилась, я говорю, вы рупию дайте, все, и это благо для вас. И я смотрю, мне дают, достают, матают же трясущимися руками 12 рупий. Я даже хотела отдать, но нет, они не берут, и я понимаю, что для них это жертва. Это как, когда мост на ланке строили, да, одно дело большие обезьяны носят, огромные бульники, а другое дело маленький паучок, какую-то песчинку. То есть для них это реальное благо будет. А третий, ну, это вообще был вообще интересный вариант, это когда, как бы по дороге у меня взяли эту книгу, но я достаточно долго шла за ним в ожидании этого донейшена, меня привели в храм Шивы. Я сначала немножко не поняла, и там сидел еще один пробой, пока я ждала второго, который пошел якобы за деньгами, я пыталась распространить этому пробой, который там сидел. Он такой, у меня денег нет, и я говорю, да она нисколько не стоит, но одна-то рупия у вас есть, он такой, я смотрю, одна рупия, я говорю, ну да. Он такой, достает одну рупию, показывает, вот это? Я беру, говорю, да, спасибо, он такой взял опять книжку, такой недоверчиво на меня посмотрел. А дальше я ищу этого пробу, который куда-то ушел. Смотрю, он там сидит около, вот, как это, шелограмма Шивы, да? И, естественно, я поклонилась, захожу туда, и тоже пришлось раскрутить его на донейшен. Ну, потому что, как это, в результате я получила еще донейшен от Господа Шивы, да, для Господа Кришны. То есть настолько вот эти вот игры Шивы, они, ну, я не знаю, чего он хочет, но просто это очень интересно, на самом деле. Очень интересный опыт, очень интересно общаться с людьми, и когда ты понимаешь, что нужно вытрясти из них это донейшен, для их же блага, значит, как-то совершенно другой подход. Мне очень понравилось, Кришна. Трансцендентный разбой. Грабеж или как? Вымогательство, вымогательство. Трансцендентное вымогательство. Ри Кришна, я сегодня видела, ну, как бы, да, много... Много разных реализаций, и, в основном, с распространением книг очень легко все уходили, они постоянно, вот, как бы, вроде только взял книги, и сразу же хлоп-хлоп-хлоп, их уже нету, вот, и потом думаю, ну, ладно, ну, сколько-то там, около 20 распространяло, думаю, ну, все, нужно там не распространять. И такой вот пустота, вроде, вот, чего-то не хватает, вот, как будто вот прям книжку, дайте книжку, вот, и, ну, вот, у меня подметилось, что вот прям как будто бы, вот, дайте мне что-то, вот, такая вот пустота внутри без книжки, что хочется раздавать. Вот, и также сегодня была свидетелем, как Юрий общался с Вриндаван Праной Прабу, ну, они так, ну, Харинама идет активно-активно, и Юрий говорит, нам нужно ехать с группой Вальмики Прабу, нам нужно за ними ехать, что-то вот такая эмоция, там уж слова какие-то другие, ну, вот эмоция такая, Вриндаван Прабу, да-да, ну, мы с ними еще встретимся. Где, где мы встретимся? Во Вриндаване. Если это будет меньше, чем то, что сейчас я получаю, это не имеет смысла, ну, что-то вот в таком духе, вот, и мне эта эмоция, он прям вот с такими горящими, говорит, это все, это вот это все, что здесь есть. Нельзя, нельзя как бы соглашаться на меньшее. Вот, вот такая эмоция тоже интересная была. И сегодня Алена вот из Германии рассказывала реализацию, я бы хотела, чтобы она тоже поделилась после того, как, ну, приехала наша Харинама-группа. Вот, может, расскажете сами, как у вас там идут дела. После тура, вашего тура, когда вы были у нас, в Европе, да, у нас, ну, вообще, очень сильно все изменилось. Во-первых, пришло большое вдохновение, и теперь у нас каждую субботу проходит Харинама, и она не проходит только у нас в городе, потому что другие преданные это вкус почувствовали, стали к себе в города приглашать. Это уже в районе 100 километров проходит Харинама каждую субботу. Теперь у нас ведется список, потому что города подают заявление, чтобы к ним приехали и поддержали. И теперь вот в районе 100 километров у нас уже, ну, идут постоянно Харинамы. У нас тоже такой транспарент уже есть, заказали его. На Донецком? Да, да. И у нас вообще в самой Ятре большие изменения пошли. Преданные стали подключаться на служение, брать на себя ответственность, и каждый нашел для себя какое-то служение, и берут с удовольствием ответственность. У нас повышаются стандарты в нашем храме, ну, в общем, такие крутые изменения. Ведутся собрания теперь, протоколы пишутся, все там, ну, такое вдохновение огромное, и мы ждем вас еще к нам, чтобы нас еще дальше поддержать. Вот меня отправили сюда напитаться немного, но мы все равно ждем вас. Так что Харинама делает огромное дело, и это мы вот в Европе сильно почувствовали, в округе наше. Спасибо вам. Харе Кришна. В каком формате делимся? Скажите, пожалуйста, в каком формате делимся? От сердца. Ну, просто, в общем-то. Харе Кришна, дорогие преданные. Меня в конце дочка увела уже. Увела, к сожалению. Ну, в общем, помимо... Это моя первая Харинама в жизни. В Казани... В Казани... Да, какое угодно служение, но только вот ни харинава была для меня. И сегодня, значит, моя свекровь, ну, она так этому, я просто помогаю с ребенком. Я говорю, ну, ты просто выйди, посмотри, как мы там собираемся уходить. Она говорит, зачем тебе брать Езель, не надо Езель, пусть остается здесь. Ну, в общем, я говорю, вот ты же хочешь, чтобы она на развивашки ходила? Это лучшая развивашка, это очень укрепляет разум. А тут и танцы, и песни, и самое главное сознание. Ну, в общем, мамка... Запомните это слово, маточечка. Проблемы какие-то. Развивашка. Развивашка, да. И, значит, у меня, когда вот здесь мы заряжались, да, перед уходом, у меня свекровь так ушла. Она говорит, я в шоке. Я говорю, да, и думаю про себя, это еще что тут в шоке, это еще ерунда вообще. Что тут в шоке будет вообще? Вот. И, значит, я говорю, ну, ты пройди с нами просто 10 минут по этой улице, пока мы не ушли далеко. Просто, чтобы иметь представление. И она, ну, согласилась на 10 минут пойти, ладно. И у меня ребенок уснул прямо на мне. И поэтому, когда мы пошли обратно, я Изель отнесла сюда в отель, и у меня как бы свекровь, ну, вот посмотрела, получила свою долю. И Изель, тут важный момент, что она если засыпает, она, ну, полтора часа точно спит, да, ну, вот прям точно. И тут, получается, мы только с вами ушли через мост, и мне звонит свекровь, я понимаю, что она просто так звонить не будет. Короче говоря, Изель проснулась буквально через 10-15 минут, устроила истерику. Это так нечестно, почему они ушли без меня, так нечестно. И свекрови пришлось прийти к нам туда. И я говорю, а как ты нас нашла? Я, говорит, везде говорила, Харинама, Харинама, где Харинама? И все мне показывали, вот туда, вот туда. Вот, я говорю, как ты вообще? Она говорит, а потом, когда мы там, ну, с ними уже ушли, она говорит, вот сейчас меня спроси, как это вот называется, вот это ваше действие? Я говорю, Харинама, а да, точно. То есть, а на тот момент, я не знаю, говорит, как я вспомнила это слово. И вот для меня, конечно, это удивительно, что, а я иду и думаю, как надо ее попросить в один из дней просто с нами рядом пройти, не петь, не танцевать, чтобы Месси кровь просто увидела. Вот, и Зель сыграла, да, стала инструментом в руках Господа, и такая возможность, что привела все-таки маму в самый центр Харинама. Вот для меня это такое яркое впечатление, помимо того, что я в полном экстазии, в шоке от того, как индусы, насколько они, да, и подношения, панчататвы, и поклоны, и так далее. Ну, то есть, насколько это в культуре в их заложено. Вот это для меня тоже было очень важным ценом. Харе Кришну, спасибо вам большое, дорогие друзья. Ну, я вот сейчас всех слушаю, я, честно, у меня такое, такие были эмоции, что я вот, ну, я же все это снимала, видела, и думаю, вот мне не хватает, вот я хочу и пораспространять, и потанцевать, а мне, ну, как бы, и я в экстазии от того, что люди смотрят тоже, мне не хватило, в общем. Я тоже хотела еще много чего бы делать, вот, но что меня вот впечатлило очень сильно, что говорят, что в Духовном мире там непрекращающееся расширение вот этого счастья. Я замечаю по Харинамам, что вот сколько уже этих Харинам было, и все время, вот сегодня прям бомба была какая-то, а не Харинама, вот. И она все круче и круче, вот в Европе мы были тоже, там были какие-то невероятные Харинамы, и сегодня она была тоже очень мощная. Вот, ну, какое-то вот, ну, правда, проявление Духовного мира. Харе Кришна. Харе Кришна, это тоже моя первая Харинама. Я столько раз собиралась в Петербурге, но никак не получалось, но у меня впечатление очень сильное, и сердце настолько согрета. Я думаю, что, когда я приеду в Петербург, и пойду обязательно на Харинама, потому что появился вкус к этому, я думаю, что вот это тепло, которое будет исходить в сердце, оно будет передаваться нашим холодным сердцам в Петербурге, и будет как-то это их согревать. Потому что такое настроение, честно говоря, неожиданное. Мало того, что люди так реагировали, они просто меня хватали целыми семьями, со мной фотографировались, как будто я звезда какая-то. Просто целыми семьями вставали, я даже не понимала, что они от меня хотят. По-английски не говорю, они мне говорят, слышу фото, фото, и вот они вот так вот окружились, фотографировались, и так, и так. Но это что-то вообще невероятное, конечно. Такое тепло, такая радость, такое счастье. Я просто в каком-то, в таком трансцендентном состоянии. Спасибо вам всем, с вами было очень классно. Я первый раз танцевала с этими вейерами. Я видела, как у нас девочки танцуют, надо же, и всегда очень красиво. И тут в первую меня еще поставили, вот вата встала, там, я говорю, куда меня? Я еще тут ничего не понимаю. Давай, давай. Все вообще отлично. Спасибо вам большое. Спасибо. Никаких строгих правил Господа Читания говорит. Всем ничего сложного. Ну да, здесь все звезды. Потому что все находятся в армии Господа Читания, все светятся. Спутники Господа Читания не все как звезды, на самом деле, в этом мире. Как бриллианты. Вот огромная-огромная гория угля, маленькие бриллианты. Это предные Господа Читания. Харь-кришна, dear devotees. Субтитры делал DimaTorzok 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 And it was brought by our founder Acharya And this is Bhaktivedanta Swami Prabhupada Who came at the age of 70 He crossed the ocean And he came first to America And when he was asked what he came to do He said, I just came to explain the philosophy Of this chanting of the holy name And just by his coming, this Hare Krishna mantra Has become a familiar household word all over the world So my experience tonight It was that it's a really special taste People already have that inside You know, they already have this taste hidden inside of them And it was extraordinary tonight And it was extraordinary tonight To see how it became revived So easily All these people coming and chanting and dancing And playing musical instruments That was so beautiful And I could imagine You know, how it was at the time of Lord Shaitanya When everybody was following Him Thousands of people And that was really powerful And distributing the books They distributed themselves By the purity of the singing of the holy name And when I tried to do a little bit of that service I always remember What Valmi Kiprabhu said in Paris If somebody comes near you And you don't give this knowledge This book You are committing violence Do you remember? And you said Because that person Maybe has been waiting For so many lives To come in contact With that pure transcendental knowledge So when I have a book in my hand And I see people I always thinking of that If I don't try to give I'm committing violence Thank you very much And I'm asking for a question Смотрите, Панчататва не уходит никуда, кто-то бы уже давно сбежал бы спать, укладываться там, что-то там, они будут до конца здесь, пока Айкатха идет, они никуда не пойдут, потому что для них это харинама, потому что это о них говорят. Если бы о нас говорили бы, мы куда-то ушли бы, никуда бы не пошли бы. Мы еще не просто о них говорим, а о их деле, о их бизнесе, у них бизнес здесь есть, духовный. Мы здесь обсуждаем его, их дело обсуждаем мы, и им это нравится. Они чувствуют, что что-то происходит серьезное, потому что все остальные виды деятельности религиозные, они бесполезны, если нет харинамы там. Панчататва настолько милостиво, вы сейчас это увидели, когда мы пришли в храм Шивы в начале, помните? Там бакты наши сидели. Что они там делали? Ягию делали. Если бы мы не пришли, эта ягия была бесполезная. Да, это в Писании говорится. Если проводится ягия, и там не поется харинка мантра, эта ягия бесполезная. Но если есть ягия, даже если она неправильно сделана, не вовремя, плохим жрецом, с множеством ошибок, если там есть харинамы, эта ягия считается совершенной. Но если ее совершенно сделать и без ягии, это бесполезная трата времени. И Панчататва очень любит этих преданных, они, видать, один раз где-то там что-то подтанцевали, один раз перед ними, нечаянно так руку подняли, просто затылок почесать. А Панчататва приняла это как за харибол, думает, во, бакты, прославляют нас. И сейчас на помощь пошли к ним, чтобы их ягию сделать совершенной. Так их любят. И так, Панчататва всех нас увидела. Всех на заметочку себе. Теперь даже если мы захотим уйти в мае, у нас это не получится. Это милость Господа Читании. Матушка Шимарани, Вы еще не поделились реализацией. Ари Кришна. Я хочу поблагодарить всех организаторов и участников, кто так или иначе присутствовал в своем понимании, присутствовал в дальнейших пониманиях, и думает, что они будут все больше и больше. Знаете, я сегодня пережила высоко. Такое ощущение, что мы никогда не были. Я случайно начала говорить «Радхи-радхи», и все стали повторять. Такое чувство, что они никогда не расставались с разным сердцем. Они, знаете, с таким почтением, благоговением. Знаете, как выглядят они? Вот так вот за сердце берутся, вот руку потякаешь, чтобы чистый. С таким благоговением потягивают руку и кланяются вот по просаду, это восторг. Как они это делают? У них столько любви в сердце. Что хочется... Я думала, что я с ними перешла, что чем-то поделиться. Совершенно наоборот. Они со мной делились своей любовью. Преданное, давайте за тех кто купил сегодня книжки. Они покупали книжки, сегодня я видела. За тех, кто хоть как-то рядышком прошел, услышал или просто вот махнул головой или улыбнулся. Давайте всех благословим, чтобы они пришли к нам на корабль с Шилой Прабхупадой. Хариво! 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 Шихаринам Санкиртана Ягьяки! Шипанчитатваки! Шила Прабхупадаки! Горопременандарьево! Спасибо большое. Ну вот как-то так, друзья. Прошло наше начало. Первый день. Завтра у нас начинается могущественный день Картики. Месяц, вернее, Картики. Завтра этот день. У кого-то есть? У меня есть, похоже. Я хочу прочитать, чтобы вы с вечера уже были настроены на этот день, на этот месяц. Это в нашем чате, в доме 5-7, выложил преданный. Почитаем об этом месяце, чтобы настроиться. Так, завтра начало Картики. Последний месяц Чатурмаси. Картика очень благоприятен для духовной практики. Многие преданные дают в это время дополнительные обеты. Повторять больше кругов джапы. Тщательно исследовать садани. Чаще приходить в храм. Также вайшнавы традиционно посвящают месяц Картика медитации на Господа и Его игры во Вриндаване. Обычно вспоминают Дамодара Лилу. В Шимад Бхагаватам 10-я песня, 9-я глава. Еще одна хорошая традиция. Каждый вечер всей семьей собираться перед алтарем и петь Дамодараштаку. Для тех, у кого нет возможности ездить в храм. Мы каждый день будем это делать с завтрашнего дня. Поэтому на вечерние службы приносите все с собой, кто не знает слова, ваши дневники. Там есть эта молитва. Буквально дней за 10. Каждый день, если будете петь, вы можете запомнить. Через дней 20 уже будете хорошо. И в конце месяца будете наизусть знать все. Но это очень могущественная молитва. В этот месяц в храмах Искон по всему миру преданные собираются вместе, чтобы, следуя древней традиции, предложить Господу горящий фитилек и свое сердце. В это время к традиционным песням на утренней мангаларати и вечерней службе поется Дамодараштака. Молитва Господу Дамодари из Падмапураны. Мы тоже будем фитильки предлагать также. Ари Кришна. Завтра утром будет программа в 7.30. Мы объявляемся гостей. Можете приходить. В 7.30 утра программа начинается. Так что можете приходить утром на утреннюю программу. Да. Берите дневнички. Может быть и утром Дамодараштаку споем. Харибоуууууууууууууууу. Да. Итак рекомендуется, утром-вечером, либо утром, либо вечером, либо так и так. Харикришна. Сейчас будет молоко, ага. Давайте благословим друг друга. На успешную картику. Потому что за себя когда можешь и ничего не получается. Свят, свят, свят. Вот так, спасибо. Это она научила меня так. Благословляйтесь. А в духовной жизни каждого. Спасибо. Мы с вами одна семья, целый месяц. Давайте друг друга подать свое, чтобы все желания, желания, души. У каждого же есть трепетное желание какое-то, чтобы вы исполнились. И у меня исполнились. Давайте три раза выпьем. Хариво! 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 Завтра мы попросим Матушку Мандакини дать Шримад Бхагаватам. Хариво! Хариво! Я помогать вам буду, рядышком, как всегда. Хариво! Я буду рядом с тобой. Я буду рядом с тобой. Окей. Ну уже светать начинает. Все, уже можно омываться. После пяти уже спокойно. Пол шестого, шесть. Пол седьмого, семь. Пол восьмого, восемь. Пол девятого, девять. Пол десятого, десять. В любое время в Ганге. Пока еще здесь. К нам приехали. К нам приехали казахи. Хариво! Вся слава великому Казахстану. Чуть-чуть опоздали на Харинаму, но ничего. Мы поделимся с вами все равно милостью. Поровну. Арии Кришна. А? Программов. Без десяти пять встречаемся. Идем, читаем джапу. В семь тридцать начинается служба. Пропиваем службу. Пропиваем Дамадараш такую. Шимат Бхагаватам. Матушка Мандакини будет давать Шимат Бхагаватам. Мы в стихе и скажем. Какой стих? Очередной стих. Двадцать второй. Двадцать второй. Двадцать два. И потом у нас будет завтрак. После завтрака мы выезжаем в пещеру Васишский. Буквально минут. Может быть тридцать у нас уйдет. Может даже меньше. Чтоб туда доехать. Меньше тридцати минут. За счет того, что большая группа просто. Там мы посетим эту пещеру Мудреца. Мы там расскажем о ней. Так же мы там омоемся. И так же завтра кто-то должен был нам дать. Приндаван прана. Мы чей-то прах должны завтра там развеять. Человек и собака. Один человек и собака. Собака даже. Вот это собака. Повезло. Собаке как повезло. Хотел бы я такой собакой родиться. Всю жизнь гавка, съесть пальцев, окупляться. И в конце еще. Кремируют и в гангу пепелом. Представляете. Всю жизнь наслаждалась собакой. И вот еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok